Как ты оцениваешь школьное выступление, в своем покатке, с каким настроением ты находила? В общем, ты у нас все после участия в конференции, ладно? Потом Алина. Я сегодня откатала то, что я задумала, что я сделала все, все элементы. И находила у меня хорошая новость, и у меня все получилось, что я задумала. Так. Я? Ну, ты говорила, что не страшно сегодня. Я не сих пор еще не отошла, если честно. Я очень рада, в первую очередь, в том, что я смогла доказать, что я могу сейчас закатать эту программу. И я доказала Татьяне Станину, что эта программа счастливая. А почему вы так и не нашли? Потому что она не очень хотела, чтобы я останавливала на ней свой выпуск. Вот. Но в итоге все было очень классно, все, как я хотела. Я очень рада. Так. Ну, я выходила, понимала, что после короткой, так как короткой, нельзя просто катать к произвольному. Было волнение, конечно. Но я считаю, что я справилась с этими, с большими ошибками. Но я довольна с интегратором. И я рада вообще, что я очень сильно подключился. Все ясно. Так, вопрос. Аня, пожалуйста. Адерина, где было тяжелее выступать? Пекине или Пациентка? Ну, я здесь. А Иза? Не, даже не знаю. Пекине. Пекине меня очень там поддерживали люди, которые, кстати, японцы, китайцы мне очень очень сильно помогали. Наверное, тоже здесь было сильнее выступать. А какая медаль темнее? Какая медаль темнее? Ты нам хороши или чем она в России? А мне оба хороши. Так, пожалуйста. Хотела? Лена, по-моему, это прекрасно. У меня на самом деле стало. На очень-то развитие. Да? Нет, очень. Я, правда, была вторая. А, тоже была. Да. Измерение, да. Но все-таки вот ты каталась в последних. И ты не любишь кататься в последних. Но поскольку трепеваемо, что ты смогла сотраться и кататься хорошо. Если честно, я уже люблю. Потому что я тут пришелся в последних, когда я там начала, в последний номер. Точнее, я там была в обратном порядке. И я занимала все короткое первое место. А я не знаю, что нас было в порядном порядке пускать. И я так надеялся, что я купила на хорошие номера. Мне сказали, я такая, блин, начала думать, чтобы кто-нибудь меня обогнал, чтобы я не каталась в последних. И я прекрасно не любила. Вот. Но там я тоже собралась. И там я тоже хорошо очень откатала. И поэтому здесь я уже просто находилась с ощущением, так же, как я вместе настроилась. Алина, вот когда вы поймали вот этот кураж, который был заметен в вашем прокате сегодня, ну, как никогда, наверное, все-таки. Я так прокручу, я даже памятью все ваши прокаты. Ну, вот сегодня с таким куражом катались. Понятно, что это пианио натуры мне хотели доказать. Но когда вот вы поймали этот кураж? Ну, не помню. Когда сложная часть у меня закончилась? Ну, после каскада первого все-таки. Нет, нет. Я еще была там настроена. Ну, я, конечно, была рада, что я сделала. И потом я подумала, вы еще так много. Вот. Потом я еще сделала. Еще. И, ну, и потом уже, наверное, само как-то у меня прошло. И на то, что я просто, да, была ведьма. Так. Пожалуйста. Ну, я знаю, что вы, девушки, не любите смотреть, как выступают соперницы. Но Лиза закончила первой выступать из вашей группы. Ты смотрела, как выступают в финальной группе. Вот какие-то комментарии там скажешь. Ожидала вообще сама, что окажешься на физистапе? Ну, сказала этого ожидать. Мы не отрегули. Я говорил, что, ну, практически 100% что-то может быть, ну... Светлана говорил. Да, Светлана Михайловна. Но, ну, неизвестно в том порядке. И вот можно было вообще... Что, по-моему, вот, у всех такой дискутер, как бы, я, ну, не знаю, что его ожидать, да. Поэтому я сидела, и, конечно, было волнение из-за соперников, из-за себя, что вот, как же так, ну, как они там выступают. Я думала, что все чисто отказались, что-то у меня не думал, что-то у меня не думал, что это будет. Но вы же видели рецепты за Карлой. А? Ну, рецепты за Карлой. А, на этот момент я отключилась. Я отошла кнопку себе и... Покажи мне, да. Я слышала, что текущий четвертый, я подумала, так, что-то у меня. И потом, ну, ладно, все, мне сейчас катать уже не будет. Мы сегодня все девочки... Сегодня все казались достоинцы. Да. Порос. Лиза, не первый раз в этом сезоне приходится отыгрываться после короткой. Почему не удается именно короткой? Это не сезоне, это у меня вообще... Комбик. Как взборитесь с этой привычкой вредной проваливать короткую? Я сама не понимаю, что со мной происходит, но мне столько это надоело уже, что... Причем я собираюсь, там, думаю, вот все, не буду плохо опять, я хочу на производе нормально выходить, если не так, что у меня трясет, я не знаю, я вот какой-то вообще там далеко нахожусь. Вот. Но... Но я сейчас пытаюсь уже все-таки собираться на короткую, но... Да, правильно. Дальше мы тоже прогрессом, в прошлом году было два, так что в этом году потихонечку приближаясь к совершенству. И в продолжение этой темы, вот вчерашний подвиг Гачинского, который сумел так ликвидировать, что, меня вас как-то вдохновил? Да. А меня вдохновил. А я еще вдохновил, что он упал, что он упал. Меня меньшок вдохновил. Да, ну меньшок это вообще хорошо. А чего бы у вас вдохновил меньшок, ускорил? Меньшок, то, что он такой болец, и что 27 лет он наконец-то дождался с ним по часу. Ну, вообще очень... Я очень рада. Заболела, что даже, ну, он выбился от того, что все, как-то не получалось, не получалось. Я всегда узнала, что он пьет, поэтому очень счастливый момент такой. Да, я вчера въезжала, когда я узнала, что он пьет, правда, я очень рада. Так все они у всяких симпатий говорят и уважения, как обратить внимание, что ваше было. А Галина за кого болела вчера? Да, я в Качинске тоже. Я очень не смогла. Я вчера не смотрела, я ехала домой, но я болела за наших, ну, кто у меня где-то, как говорится. Ну, конечно, я вот тоже рада за Курти, что он в том году, ну, он тоже сделал все элементы, потом его поставили на четвертый, но не так, ну, хотя он, ну, тоже на третью. В этом году, да, молодец, очень даже рада. Ты сюда снова едешь, что соревнования замечают, мама все стоит, болеет. Ну, я с мамой только ездила на Россию, на Кранопри, я ездила с мамой. Ну, она всегда вот как ты и на Рошенкап с тобой была, да, капала уже? Ну, да, потому что, ну, так мама со мной ездит, так она, ну, живет сама в номере, а коптейли вообще нет. Она говорит, как бы сама по себе, а я вот не сомневалась. Сама, да. Пожалуйста. Ну, просто слушаю. Ну, а Дарья Си вот уже была чемпионка России, в прошлом году не перестала оказалась, в прошлом году опряд поднялась на самую большую ступенку. Ты будешь мне это сравнить, первый раз, второй раз? Ну, первый раз... Кранопри. Да, я не ожидала, что я стану на чемпионок России, потому что, ну, все-таки в таком возрасте я просто приехала рассказать, что я умею. А, ну, просто в Санкт-Петербурге я оказалась, я, ну, просто тоже болела. И я тогда все время была в активах то с Артемом, то с Денисом, когда я была, можно сказать, одна или просто. И, ну, что угодно, я получила заветку, потому что у меня уже и финал, и, ну, уже эмоции, но начнусь продолжить такую девушку. А поскольку бы на тебе значится, что ты его опять выбрала? Ну, я очень счастлива, что я выбрала, я очень довольна. Я сделала приятное с вами, Канилами Геннадьевым, серьезно, Владимир Амаровым, Кутяне Анатольевне, родителям, девушке, бабушке, наверное, думаю. Я сделала всем подарки. Меня пока были до рождения в 20-ю, здоровый рекомендует. Моя сестра, Сельхин, конечно, понравилась. Плошные подарки. Девчонки, а не хочется вот так вот перепрыгнуть через несколько лет, чтобы уже выступать на тростных соревнованиях? В следующем году можно на франции, а так еще не знаю, на аналии. Конечно, хочется, но с другой стороны, хочется еще подучиться к новым элементам, чтобы... Куда больше, по-моему, еще трейлансель надо подучить. Ну, кому-то трейлансель, кому-то четырнадцатую ловку. Кружка взяла, сам класс катания, все-таки каждый день на одну еду. Надо еще, скоржение, вращение. Компонентами надо, все, чтобы выступать. Ну, и слава мужчине, чтобы это было очень. Главное, не потерять ничего за эти два года. Да, спасибо. Все, мамашка, спасибо. Спасибо.